И вчера, и сегодня обстановка в трудовых коллективах спокойная, рабочая. Тот план, который широко анонсировался на общенациональную забастовку и так далее, он, естественно, не состоялся, он и не мог состояться, потому что люди настроены на то, чтобы работать, настроены на то, чтобы зарабатывать, настроены на то, чтобы реализовывать свои планы, которые они имеют, настроены на то, чтобы семьи получали доход определенный. Поэтому абсолютно спокойная обстановка. Но хотелось бы обратиться в том числе к тем, кто призывал белорусов, призывал белорусские предприятия к стачкам или забастовкам. Это прямые призывы к нанесению вреда, собственно говоря, своей стране и людям, которые живут в этой стране и работают. Ведь призыв к остановке предприятия – это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов. Беларусь – экономика открытая. Мы находимся в постоянной конкурентной борьбе. Будь это нефтепродукты, будь это калийные удобрения, будь это машиностроение, будь это продукты питания. Любая остановка, какого бы ни было производства, она на руку нашим конкурентам. Остановив, допустим, производство нефтепродуктов – это спотовые сделки. Мы теряем конкретные деньги. Весь персонал предприятия теряет выплаты и доплаты, которые он имеет за результаты своего труда. Но даже не самое это страшное. Страшное то, что потом вернуться на этот рынок будет гораздо дороже. Я же приводил этот пример по Беларуськалию, одному из ведущих мировых поставщиков. Когда буквально на ночь остановилось несколько рудоуправлений, в августе, этому факту были очень рады наши конкуренты. Экономика страны работает в непростых условиях в силу мирового кризиса экономического, но работает и останавливаться не собирается. Второй немаловажный аспект – это то, что активно пытались нагнетать обстановку там, где существует опасное производство. Но раздувалась такая тема, что сейчас Гродно-Азот остановит, еще что-то. Я хочу сказать и для жителей Гродненского региона, и для всей страны, уважаемые товарищи, это опасное производство. Любое вмешательство в технологический процесс, в том числе его внеплановая остановка, еще что-то – это угроза техногенной катастрофы. Будь то это Гродно-Азот, Могилев химволокно, у нас достаточно таких производств. К чему вы призываете? Хотите, чтобы, условно говоря, областной город накрыло катастрофой, которая может случиться из-за шальных мыслей в особо рьяных головах? Вот. Поэтому, конечно, если такого рода вещи будут происходить на предприятиях, которые связаны, как я уже сказал, с опасным производством, с угрозой для безопасности, для экологии, то они будут жестко пресекаться в соответствии с законом. Но не могу не отметить имеющиеся случаи по попыткам диверсии на железной дороге. Ну а как еще расценить то, когда принудительным образом приводят автоматику, которая управляет движением железнодорожных составов, в нерабочее состояние? Что это как не угроза жизни людей? Это что, нам объявляют рельсовую войну? Ну, соответственно, государство будет резко на это реагировать, так, как положено по закону.